Приветствую вас. Я думаю, что начать свой ответ я хочу с предупреждения о том, что, вероятно, что-то из того, что я вам скажу, уже мои коллеги как-то вот раскрыли, так или иначе. Вот, поэтому хочу, чтобы вы имели в виду следующее. Наверное, начать здесь нужно с того, насколько естественно, насколько адекватно, точнее, ваше требование к мужу относительно того, чтобы он не нарушал ваши личные границы. Почему я так говорю? Ну, дело в том, что если человек изначально так поступал, то есть, если человек изначально нарушал ваши личные границы, то вряд ли он будет делать это, вряд ли он изменит свое поведение, да, и вряд ли он будет поступать, ну, как-то по-другому. Мне кажется, что здесь нужно реалистично смотреть на вещи, да, и как-то все-таки не строить иллюзии относительно того, что мужа можно изменить. Вот, я думаю, что нельзя изменить мужа. Вот, если он, по крайней мере, этого не хочет сам. То есть, если ваш муж сам хочет измениться, это один момент, если ваш муж не хочет меняться, это другой момент. Потому что, ну, может быть, он считает, что у вас личные границы, вообще-то, в принципе, не должно быть, да, и... Таковы его ценности, таковы его убеждения, таковы его цели. И с этим, очевидно, ничего не поделать. Ничего не поделать просто потому, что он такой человек, и вы, начав с ним жить вместе, по факту его приняли. Таким, как он есть, приняли его. Вот. Если сейчас ситуация так складывается, что вы его уже не принимаете, если вам кажется, что эта позиция уже не ваша, если вам кажется, что эта позиция вам не подходит, если вам кажется, что это ущемляет вас, и прочее, и прочее, и прочее, в таком случае, до него нужно это донести. Но донести до него нужно именно это, что у вас поменялось восприятие того, что у вас не должно быть личных границ. Это первое. Ну и второе, что можно сказать, это то, что предельно принципиально важна та форма, именно форма, который вы донести своему мужу, то, что хотите донести. То есть, грубо говоря, если вы выбираете форму неправильную для вашего мужа, я сейчас объясню, что это значит неправильная форма для вашего мужа. Если вы выбираете, подбираете слова, не совсем, вот, находящие отголоску вашего мужа, то по факту ничего и не произойдет никогда, и муж никогда не поймет то, что вам нужно. Если у мужа также нет мотивации что-то делать для того, чтобы меняться, вот, ну а отсюда по тому, что вы описываете мотивацию у вашего мужа, на мой взгляд, нет. То есть, у него нет, нет, нет желания как-то менять свое поведение, вот, у него нет желания, значит, ваши личные границы уважать. Вероятно, у него есть какие-то, по его мнению, субъективные причины для того, чтобы ваши личные границы не уважать. Например, ревность, тревожность, какие-то, может быть, страхи и прочее. То есть, это могут быть причины, по которым человек, значит, ну, вот, ведет себя иначе, может вести себя по-другому. Вот, может, ну, действовать иначе, может, действовать по-другому. То есть, все это важно и это оказывает влияние. Да? Значит, форма, понятная мужу, это та форма донесения своей мысли, своей позиции, которая, первое, отражает вашу точку зрения. Второе, это не оскорбляет и не задевает вашего мужа, в принципе. Ну, давай. Потому что, если ваша позиция вашего мужа как-то сделать, то ситуация, в общем и целом, сразу уходит с, значит, какого-то контроля, уходит сразу в область, ну, полного отсутствия контроля, к сожалению. А, значит, преподносить, как вы говорите, мужу то, что у вас есть личные границы, не нужно именно преподносить. Отстраивать их и что-то делать для того, чтобы их личные границы уважали. Вам можно и нужно, но, конечно, очень важно, как вы это делаете. Если вы делаете это агрессивно, если вы это делаете достаточно неуверенно, например, в себе, если вы это делаете так хаотично, художественно, агрессивно, например. То, конечно, вашему мужу нет никакой по факту нужды к вам прислушаться. Ну, а зачем? Если вы в себе неуверенны и если вы в себе неуверенны, то вы, ну, грубо говоря, передвижитесь и успокоитесь. Так думает, может думать человек. Хотя, безусловно, это негативная история, но, тем не менее, такой вариант есть. Такая вероятная ситуация есть. Хотя она, повторюсь, крайне негативная. Вот. Дальше. Освоить навык и технику бесконфликтного общения, чтобы научиться выражать свои мысли, свою позицию. Так, чтобы не вступать в конфликт при этом. Так, чтобы не перерастало это каждый раз в какую-то вот, ну, перепалку и прочее, прочее, прочее. Тоже нужно учиться. Для этого есть ряд приемов, например, ясообщения, например, принцип амортизации, активные слушания и так далее. То есть это все очень важные негативы, на которые, на мой взгляд, нужно обратить ваше внимание, на которые, на мой взгляд, нужно посмотреть. Вот. И посмотреть, ну, достаточно внимательно. Да? И последнее, это последовательность вашего поведения. То есть если у вас нет последовательности поведения, если вы, ну, можете менять, скажем так, менять свое поведение, то ничего хорошего в этом нет. И ничего удивительного, что мужчина всерьез воспринимать вас не будет. Не будет, потому что вы не настаиваете на своей позиции. Если вы не настаиваете на своей позиции, то и отношение к вам будет, к сожалению, соответствующее. Ну, и теперь я бы хотел немножечко сказать лично про вас, да, немножко про то, что, ну, про именно ваши вот моменты, которые мне кажется нужно, ну, на которых мне кажется нужно заострить внимание. Понимаете, проблема личных границ, то, что, ну, то, что ваш муж, в частности, позволяет себе, ну, вот так к вам относиться, это не случайно. И я не хочу, чтобы вы думали, думали, что это случайно, что я не хочу, чтобы вы думали, что вы считали, что это произошло вот как-то само собой. Нет, это не произошло само собой. Это произошло благодаря вашей модели поведения. Благодаря тому, что у вас, скорее всего, есть определенные, ну, определенные трудности с самооценкой. Благодаря тому, что вы не привыкли говорить, нет, вам сложно это делать, благодаря тому, что вы сомневаетесь и, может быть, из-за чувства вины. Вот, со всеми этими моментами нужно работать. Для чего? Чтобы вы свои проблемные аспекты, чтобы вы свои проблемные моменты изучили, разобрались в них и не позволяли им влиять на свою жизнь. Не позволяли им влиять на себя, не позволяли им, ну, корректировать свою, свой вектор поведенческий. Вот. Это то, что я могу вам сказать на данный момент, на данный вот, ну, на данный вот аспект. Вот. В принципе, на этом все. Личные границы всегда предполагают в определенной степени чуткое отношение к себе. Чуткое отношение, достаточно чуткое отношение к тому, чего я хочу. К тому, что мне нужно. К тому, в чем я нуждаюсь. И так далее. Если этого нет, то возникает, конечно же, всякого рода проблематика. Возникает всякого рода сложности. Ну, в любом случае, все решаем. В любом случае, все можно исправить. При желании. Вот. Такой ответ. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я вам желаю всего доброго. Я вам желаю удачи. В общем, я надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.